Межсоборное присутствие – это попытка возродить традиции соборности в Русской Православной Церкви. И я думаю, это самое важное значение этого форума. Церковь может обсуждать проблемы, которые перед ней стоят. Церковь вырабатывает решения и механизмы реализации своих служений. И я думаю, что такое общецерковное обсуждение сегодняшних современных проблем является главным для Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Для нас это в чем-то школа. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой церковью в составе Русской Православной Церкви. И глядя на то, как реализуются механизмы соборности в масштабах всей церкви, мы можем пытаться с учетом нашего опыта, нашей специфики, реализовывать подобные вещи в Украинской Православной Церкви. Нам очень важно, что на сегодняшний день Русская Православная Церковь в полноте своей понимает, что она больше, чем одно государство. Что это все-таки пространство, которое прежде всего объединено верой, которое объединено церковной иерархией и которое имеет свои специфические задачи. И очень важно, что в документах межсоборного присутствия, в решениях архиерейских и поместных соборов Русской Православной Церкви эта специфика существования церкви на территории различных государств на сегодня учитывается. Я думаю, мы только в начале пути восстановления подлинной церковной соборности. И очень важно не пытаться это приурочить или добиться какого-то ошеломляющего результата за несколько дней или несколько месяцев или несколько лет. Это постоянная работа церкви. Церковь живет. Это и межсоборное присутствие, архиерейские соборы и все механизмы, которые позволяют церкви обсуждать те проблемы, которые перед ней становятся. Это признак того, что церковь живет и существует. И ее можно оценивать не с точки зрения качества документа. Ее нужно все-таки оценивать в перспективе вечности, в перспективе того, что церковь сегодня отвечает на вызовы современного общества и решает как собственные внутренние проблемы, так и пытается занять свое место в жизни и общества и фактически донести свое слово до как можно более широкого круга людей. Продолжение следует...